Наш мир полон загадок и тайн, на разгадку которых требуется немалое время. В этом ролике я предлагаю вам познакомиться с самыми невероятными находками со всех уголков нашей планеты и за ее пределами. Приятного просмотра! 2022 год стал для США одним из самых значимых по количеству неопознанных летающих объектов. Несколько сотен зафиксированных случаев не смогли остаться незамеченными и Пентагону пришлось выступить с объяснениями текущих событий. Доклад был заслушан в Конгрессе США, где выступили военные и представители космических ведомств. По отчету собрания стало ясно, что в небесном пространстве государства было замечено 510 НЛО, 26 из которых оказались беспилотниками, 169 – воздушными шарами и птицами. Однако среди них были также и действительно неопознанные объекты, объяснить происхождение которых пока не удалось. Несмотря на это, ведомства заявляют, что эти объекты не принадлежат внеземным расам. Пользователей смутило настолько официальное собрание спецслужб. Ведь для чего обсуждать столь детально воздушные шары и птиц? Поэтому многие из людей решили, что Пентагон вновь скрывает от нас пришествие инопланетян и отвлекает ложными сообщениями об идентификации объектов. В Эдинбургском музее хранится необычный артефакт – невозможная древнеегипетская статуэтка. Невозможная она считается потому, что ее сюжет не совпадает со строгими правилами, регулирующими жизненные аспекты египтян. Статуэтка изображает преклонившегося взрослого мужчину, на коленях которого находится ребенок-фараон. Дело в том, что согласно правилам, обычный человек не мог дотрагиваться до правителя. Поэтому создание такой статуэтки в Египте было просто невозможным. Главный куратор отдела древнего средиземноморья национальных музеев Шотландии Маргарет Мейтленд была настолько поражена странностью артефакта, что решила разгадать его тайну. В ходе исследования она выяснила, что невозможная статуэтка и некоторые другие скульптуры были созданы в ныне заброшенной деревне Дейр-эль-Медина, где раньше жили ремесленники, участвовавшие в создании гробниц. Узнав больше об этом поселении, Мейтленд поняла, что на самом деле мужчина держит на своих руках не фараона, а его статую, созданную ремесленниками. По ее предположению, мужчина был старшим писарем, отвечавшим за надписи на гробницах. Его имя было Рамос, а его гробницы сохранились до сегодняшних дней. Так, благодаря усердным стараниям Маргарет Мейтленд удалось разгадать загадку статуэтки, которая удивляла других историков на протяжении более 150 лет с момента ее обнаружения. В ноябре 2020 года перуанские археологи на севере своего государства обнаружили уникальную фреску, возраст которой составлял более 3000 лет. В течение двух лет ученые не могли идентифицировать это изображение, но все же они предположили, что на фреске изображен бог-паук, держащий в своих руках кинжал. Это божество известно среди народов до Колумбовской эпохи. Кроме того, ученым удалось установить, что это изображение украшало стену глинобитного храма. По оценкам исследователей, храм возвышался на 15 метров и был построен из кирпича. Располагался он на реке и, вероятно, служил местом поклонения богам воды. Паук являлся водным божеством для древних местных жителей. К сожалению, найти руины древнего храма археологам не удалось, поскольку местные фермеры в целях расширения плантаций использовали тяжелую технику и уничтожили то, что могло остаться цветилище. Однако этой восхитительной фреске все же удалось сохраниться. Мировой океан до сих пор остается самым малоизученным местом на нашей планете. Каждое открытие новых обитателей подводных глубин равнозначно сенсации для ученых. Одно из подобных открытий произошло совсем недавно, летом 2023 года. В процессе исследования вод Антарктики австралийскому ученому Грегу Роузу случайно удалось обнаружить ранее неизученный вид – антарктическую клубничную звезду. Это существо выглядит по-настоящему фантастически. Оно имеет 20 так называемых рук, длина которых может достигать 20 сантиметров. Цвет звезды варьируется от фиолетового до темно-красного. Обитает это существо на глубине от 65 до 1000 метров. Передвигается звезда благодаря своим щупальцам перьям. Своё название, связанное со сладкой ягодой, подводный монстр получил после того, как Роуз срезал его усики и смог увидеть форму тела, напоминающую клубнику. Ученые отнесли его к классу перистых звезд. На данный момент подводная клубника остается малоизученным животным, напоминающим нам персонажа из фантастического фильма. В конце 2022 года китайскими археологами был обнаружен один из древнейших золотых артефактов. Половина погребальной маски, возраст которой составляет более 2000 лет. Это открытие было сделано совсем недавно, поэтому известно о маске немного. Она была найдена во время раскопок жертвенных ям, возраст которых по последним оценкам составляет около 3000 лет. Это изделие имеет длину 18 сантиметров, а ширину 14,5 сантиметров. Вес полной маски мог бы достигать порядка 500 грамм. На сегодняшний день археологи не знают, была ли маска изготовлена на заказ в Китае или же она была приобретена у других цивилизаций. Кроме маски, в ямах было найдено более 500 различных золотых артефактов, принадлежащих династии Шу. Бетельгейзе – десятая по яркости звезда на нашем небе. Ее легко увидеть даже невооруженным глазом. Бетельгейзе является красным сверхгигантом. В октябре 2019 года ученые заметили, что Бетельгейзе начала угасать. Тогда она потеряла около трети своей яркости, но к апрелю 2020 года она восстановилась. Найти причину этому астрономы не могли долгое время. Летом 2022 года, благодаря данным с метеорологического спутника Химовари-8, эту загадку наконец удалось разгадать. Ученые собрали снимки Бетельгейзе, полученные со спутника за последние 4 года, и проанализировали их. Это помогло прийти к выводу, что звезда потускнела, поскольку была окутана газопылевой вуалью, образовавшейся после остывания своей поверхности. На Бетельгейзе постоянно образуются и лопаются газовые пузыри. По предположению астрономов, перед своим затуханием звезда извергла настолько огромный пузырь, что ее поверхность остыла, а часть звездного вещества превратилась в пыль. Благодаря временному угасанию, ученым удалось не только разгадать загадку необычного явления, но и получить много ценной информации. Например, то, что около 2000 лет назад звезда не была красным гигантом и имела оранжевое свечение. Кроме того, исследование показало, что сейчас звезда находится в процессе перехода в сверхновую, что произойдет в течение миллиона лет. В 2017 году группа геологов поставила под сомнение неоспоримый факт о количестве континентов на нашей планете. Они заявили, что еще одним континентом можно считать Зеландию. По их мнению, континент должен иметь четко определенные границы суши, площадью более 1 миллиона квадратных километров, подниматься над океаном и иметь более толстую континентальную кору. И Зеландия могла бы подходить под все эти параметры, если бы большая ее часть не находилась бы под водой. В Тихом океане действительно находится суша Зеландии общей площадью более 5,5 миллионов квадратных километров. Лишь небольшая ее часть находится над водой. На этом участке расположены Новая Зеландия и Новая Каледония. На самом деле предположение о том, что Зеландия не является частью отделившейся от Австралии, а представляет собой целый континент, возникло еще более столетия назад. Тогда ученые провели исследование процесса разделения древнего суперконтинента Гондваны. Его результаты показали, что земная кора Зеландии соответствовала материковому типу, а не островному. Кроме того, ныне погруженная под воду часть ранее находилась над водой. С помощью современных технологий ученые продемонстрировали, как и где ранее были расположены границы Зеландии. Некоторых людей это даже натолкнуло на мысль, что именно Зеландия являлась той самой Атлантидой, которую описывал Платон. Однако это абсолютно не так. Сейчас изучение Зеландии затруднено ее нахождением в водах Тихого океана. Поэтому является ли она настоящим затонувшим континентом, остается загадкой, которая в ближайшем будущем будет разгадана. В 2019 году ученые из Японии и США провели эксперимент, в ходе которого подопытные мыши стали обладателями инфракрасного зрения. Этого удалось добиться благодаря внедрению в глаза животных специальных наночастиц. Обычные мыши не способны видеть электромагнитное излучение, но грызуны с внедренными частицами приобрели такую возможность. Эффект отведенных инъекций сохранялся до 10 дней. На протяжении всего этого времени никаких побочных действий у животных не наблюдалось. Данный опыт был направлен на развитие дальнейших технологий, которые смогут стать эффективными для специальных служб и армии. Дело в том, что глаза мышей и человека достаточно схожи в своей способности видеть только лишь часть электромагнитного спектра, который излучается практически от любых объектов, будь то горячий чайник или холодное мороженое. При помощи дневного света мы способны ассоциировать предмет с его свойствами, но в темноте это сделать невозможно. Чтобы видеть этот спектр, были созданы специальные очки ночного видения, и новые эксперименты, поставленные на мышах, позволяют модифицировать эту технологию. Это действительно может оказаться полезным для солдат и исследователей, которым часто приходится работать в темноте. Червоточина или кротовая нора – это своеобразный космический мост, связывающий между собой две удаленные точки Вселенной. Чтобы человеку было проще представить, что же это такое, часто приводят наглядный пример с листом бумаги. На двух концах листа находятся точки, соединенные прямой. В этом случае линия будет являться кратчайшим расстоянием между двумя этими точками. Но если согнуть лист пополам так, чтобы точки соприкасались друг с другом, то по сути мы получим ту самую червоточину или искривление пространства. В этом примере в качестве пространства выступает лист, а в роли космических областей две точки. До недавнего времени червоточины являлись лишь теоретическим понятием, тесно связанным с теорией относительности Альберта Эйнштейна. Никто не мог знать, существуют ли они в реальности и если существуют, то как формируются. Однако ученым из лаборатории автономного университета Барселоны удалось создать прототип червоточины, соединяющий две области магнитом. В ходе эксперимента было продемонстрировано, как магнитное поле, созданное с одной стороны тоннеля, появляется с его другой стороны. Конечно же ученым не удалось переместить физические объекты таким способом. Но то, что магнитное поле исчезает в одной области и появляется в другой, уже является сенсацией. В середине ноября 2020 года в штате Юта появился странный объект – монолит с треугольным сечением, созданный из трех металлических листов. Он сразу привлек внимание жителей штата и туристов. Людям было интересно узнать, кто и зачем установил монолит в пустынной местности среди скал, но вскоре он исчез. Спустя несколько дней похожий объект появился уже в Румынии, недалеко от города Пьетро-Нямц. Но так же, как и первый, он таинственным образом исчез. После этого монолиты стали появляться в разных точках мира, но их создатель так и не был найден. Некоторые пользователи предполагали, что за установку монолитов была ответственна группа художников, называвших себя The Must Famous Artist. На своем сайте они размещали подсказки и фотографии, связанные с таинственными объектами. В то же время монолитами заинтересовались и уфологи. Они считают, что к этому причастны инопланетные цивилизации, а металлические столбы выступают в качестве своеобразных посланий. Вот только что они значат, никому неизвестно. В южной части Перу располагается удивительное плато Наска, известное множеством гигантских геометрических и фигурных геоглифов. Но кроме них в этом месте находятся и древние акведуки, возраст которых составляет более полутора тысяч лет. Акведуки – это своеобразные водостоки, предназначенные для добычи воды из источника. Древние племена Наска были земледельцами. Этот труд давался им нелегко, поскольку в пустыне в период отсутствия дождей высыхали все водоемы. Когда это происходило, насканцам приходилось кочевать. Чтобы поддерживать замедление, они создали потрясающую систему спиральных акведуков. Благодаря этому насканцам удавалось выживать в засушливых пустынных землях на протяжении нескольких веков. Акведуки Наска были построены в форме спирали с широким входом и очень узкой горловиной. Глубина колодцев могла достигать 10 метров. Их стены были выложены из речного камня без использования раствора, так что вода в самом верхнем конце могла просачиваться в туннель из окружающих его алювиальных пород. Удивительно, но насканцы построили настолько качественные водостоки, что ими до сих пор пользуются жители близлежащих к ним поселений. Мы знаем, что Вселенная бесконечна, но полноценно представить, что же это такое, без начала и конца, не удается ни одному человеку. Хотя бы немного ощутить масштабы космоса нам помогают знания о стене Южного полюса. Стена находится на расстоянии в 500 миллионов световых лет от нашей планеты. К примеру, чтобы добраться до ближайшей звезды Проксима Центавра, расположенной на расстоянии 4 световых лет, потребуется 73 тысячи лет. Стена состоит из более чем сотни тысяч галактик, каждая из которых может насчитывать около 100 миллиардов звезд. Протяженность этого небесного чуда составляет 1,4 миллиарда световых лет, при том, что размер нашей с вами галактики, Млечного пути, равен всего лишь 100 тысячам световых лет. К сожалению, получить снимок этого великолепия невозможно даже при помощи самых мощнейших телескопов. Поэтому ученым удалось обнаружить стену только при помощи красного измерения. Все объекты в нашей Вселенной движутся. При движении галактики изменяют свои световые волны, измерение которых и помогает ученым понять масштабы тех или иных космических объектов. Открытие стены Южного полюса позволило ученым продолжить важнейшие исследования Вселенной, а нам с вами хотя бы чуть-чуть представить некоторую часть из той самой бесконечности. В октябре 2017 года был обнаружен странный космический объект, подобных которому ученые никогда не видели. В ходе плановых наблюдений за происходящим в космосе астроном Гавайского университета Роберт Урик заметил необычный сигарообразный астероид. Он двигался по направлению к Солнцу со скоростью порядка 87 километров в секунду. Тогда Урик стал пересматривать снимки, сделанные ранее, и вновь увидел его. Объект был назван Уамуамуа, что с гавайского переводится как «посланник, прибывший первым издалека». Такое название он получил не просто так. При дальнейшем наблюдении за ним с многочисленных телескопов Чилийского университета ученые получили некоторую информацию. Например, то, что его длина составляет около 180 метров, ширина 30 метров, а диаметр порядка 160 метров. Но самое интересное, что траектория его движения являлась гиперболической. Из-за вращения Уамуамуа вокруг трех своих осей он буквально кувыркался в космосе. Первоначально объект был классифицирован как комета, но ни ядра, ни хвоста так и не было обнаружено. В ходе длительного исследования ученые признали его первым гиперболическим межзвездным астероидом, попавшим к нам из другой звездной системы. Несмотря на официальную идентификацию, скептики посчитали, что Уамуамуа является инопланетным космическим кораблем. На это указывало то, что длина объекта значительно превышала его ширину, что не свойственно для астероидов. Кроме того, сигарообразное космическое тело летело не по баллистической траектории и самостоятельно ускорялось, что очень странно. Обнаруженный объект также отражал в 10 раз больше света, чем обычные астероиды. Так что все эти факты до сих пор позволяют читать Уамуамуа самым таинственным космическим объектом за всю историю человечества. Вы можете подумать, что пожары на территории вечной мерзлоты просто невозможны, ведь огонь не способен разгореться, когда вокруг снег. Однако в Сибири, на Аляске и за полярным кругом это явление все же встречается и называется зомби-пожаром. На заснеженной местности огонь не может разгореться, но при этом он остается под землей, подпитываясь торфом и метаном. В течение всей зимы пожар остается под снегом, дожидаясь своего часа, чтобы с приходом тепла вырваться на поверхность. Ученые отмечают, что в Арктике подобное явление стало случаться все чаще и чаще, поэтому они сосредоточились на изучении этой проблемы. В ходе исследования стало известно, что причиной большого количества зомби-пожаров стало изменение климата. Долгое, жаркое и засушливое лето по меркам Арктики провоцирует сильное таяние снегов, создавая оптимальные условия для огня. Подобное явление подвергает риску бареальные торфяники, поддерживающие вечную мерзлоту. Кроме того, в результате пожаров в окружающую среду выбрасывается огромное количество парниковых газов. Во избежание серьезных и необратимых последствий, ученые направляют все свои силы на то, чтобы сократить количество подземных пожаров. Небесный диск Небры является ценнейшей археологической находкой Германии, поскольку артефакт считается самым древним изображением космоса. Диск представляет собой бронзовый круг диаметром 30 сантиметров, покрытый пленкой бирюзового цвета. На нем присутствуют изображения Луны, Солнца и 32 звезд, выполненных из золота. Артефакт был обнаружен в небре искателями сокровищ, а затем был выставлен на продажу на черном рынке. Правительство Германии чутко контролирует незаконную продажу исторических ценностей, поэтому диск был изъят у торговца. Изначально считалось, что артефакт относится к бронзовому веку, поскольку в месте его обнаружения были также найдены топоры и мечи, которые были созданы более трех тысяч лет назад. Определить его точный возраст было сложно, по причине того, что никаких аналогичных предметов ранее не находилось. Однако после детального изучения диска ученые пришли к выводу, что он был изготовлен в Железном веке, то есть оказался на тысячу лет моложе изначально предполагаемого возраста. Несмотря на ошибку в тысячу лет, небесный диск продолжает оставаться уникальным артефактом, найденным в 21 веке. Японские и американские ученые решили проверить, может ли существовать жизнь в абсолютно непригодных для этого условиях, с полным отсутствием света и кислорода. Для этого они приступили к исследованию глубоководных участков Тихого океана. В ходе эксперимента на глубине почти в 6 километров были созданы скважины, откуда были взяты образцы. Их анализ шокировал исследователей, поскольку в почве были обнаружены микроорганизмы, возраст которых превышал 100 миллионов лет. В столь суровых условиях им не удавалось поддерживать нормальную жизнедеятельность, но при этом они не погибли. Микробы словно погрузились в глубокий сон и ждали момента, когда вновь смогут возродиться. Ученые создали для них благоприятные условия, после чего микроорганизмы пробудились и начали размножаться. Найденные бактерии являются одними из самых древнейших живых существ среди когда-либо найденных. Азиатские шершни называют летающими убийцами. Это насекомое, способное вселить страх в любого человека. Длина тела гигантской осы превышает 5 сантиметров, а размах крыльев составляет более 7 сантиметров. Самую огромную опасность азиатские шершни представляют для целых колоний медоносных пчел, которыми они питаются. Их охота происходит очень продуманно. Один шершень-разведчик отправляется к улью, чтобы оценить количество особей. Затем он распространяет феромоны, привлекающие других его сородичей. Собравшись вместе, они атакуют улей. Удивительно, но один азиатский шершень может в одиночку убить до 40 пчел в минуту. Конечно же, такие насекомые приносят огромный ущерб пасечникам, поэтому люди всячески стараются находить и уничтожать их гнезда. Хотя это не так просто, в силу их расположения под землей. Размер жала азиатского шершня составляет 6 миллиметров, и ощущения от их укуса сравнивают с болью от вонзившегося раскаленного гвоздя. Кроме того, эти насекомые вырабатывают высоко токсичный яд, который может оказаться смертелем для людей с аллергией на пчелиный и осиный яд. Азиатские шершни давно расширили свой реал обитания за пределами Японии. Людей они атакуют только когда чувствуют опасность, поэтому, встретив гигантское насекомое на своем пути, лучше держаться от него подальше. На территории современной Баварии более 50 лет назад были обнаружены странные вытянутые человеческие черепа, принадлежавшие женщинам. И только совсем недавно их тайна, благодаря генетическим исследованиям, наконец стала раскрытой. В некоторых древних культурах яйцевидная форма черепа ассоциировалась с красотой и благородством. Поэтому новорожденным девочкам намеренно деформировали череп, сжимая его в тисках. На территории Германии подобных обычаев не было, вследствие чего ученые предположили, что останки принадлежали румынским женщинам. Согласно еще одной теории, древние жители нынешней Баварии могли перенять данный обычай. Чтобы проверить гипотезы, ученые исследовали ДНК 36 останков. Их анализ показал, что женщины, вероятно, принадлежали либо к юго-восточным европейцам, либо к азиатам, поскольку у них были карие глаза и темные волосы. По всей вероятности, женщины мигрировали на территорию современной Германии с целью удачного замужества. Сейчас ученые заняты изучением остальных черепов для того, чтобы составить картину сложных межрасовых взаимоотношений во время разгара миграций древних людей. 28 февраля 2023 года НАСА обнаружили астероид, который представляет опасность для нашей планеты. По оценкам ученых, космический объект может упасть на Землю 14 февраля 2046 года. Однако не спешите бояться конца света. По заявлению самих же ученых, вероятность падения этого астероида мала. Сейчас ему присвоен 1 балл по туринской шкале, где 0 – это отсутствие шанса столкновения с Землей, а 10 – неизбежность столкновения. Вероятность падения астероида составляет 1 к 560, но это значение может постоянно меняться. Обнаруженный астероид, названный 2023 DW, имеет диаметр около 50 метров. Сейчас он находится на расстоянии 18 миллионов километров от нас и движется со скоростью 25 километров в секунду. По последним расчетам предполагается, что он пролетит на расстоянии 1,8 миллионов километров от Земли. Но по причине различных обстоятельств его траектория может измениться, что приведет к столкновению с нашей планетой. Размеры астероида невелики, поэтому даже в самом худшем случае его падение не станет причиной гибели человечества. Но если это случится, конечно же люди будут предупреждены и эвакуированы. Сейчас 2023 DW является единственным наблюдаемым астероидом, имеющим шанс столкновения с Землей. При упоминании акул вы вероятнее всего вспомните именно про белую акулу, самую крупную и опасную морскую хищницу. Но на сегодняшний день известно более 500 видов этих рыб, которые внешне значительно отличаются друг от друга. Среди них отдельного внимания заслуживают светящиеся акулы. Они имеют небольшой размер, максимальная длина их тела не превышает 42 сантиметра. Их характерной особенностью является биолюминесценция. Эти акулы способны светиться неоновым зеленым цветом. Напрашивается вопрос, а для чего им это нужно? Для освещения глубин океана, для общения или же все-таки для охоты? Эти хищные рыбы обитают в теплых водах Атлантического, Тихого и Индийского океанов. Днем они находятся на большой глубине, более трех с половиной километров, а ночью, выходя на охоту, поднимаются из глубин. Несмотря на свои маленькие размеры, эти рыбы чудовищны. В их пасти располагается несколько рядов острых зубов. Своим светом они привлекают жертву, и если это мелкая добыча, они ее проглатывают. Представители этого вида не боятся нападать даже на морских млекопитающих, таких как тюленя, дельфины и даже киты. Для атаки на них они подплывают на близкое расстояние сбоку и буквально вгрызаются своими зубами. Закрепившись покрепче, хищники кромсают жертву, откусывая ее плоть. Раны после их укуса могут достигать 10 сантиметров в глубину. В одиночку такая акула, конечно же, не способна убить млекопитающих, но при массовом нападении в редких случаях от невыносимой боли дельфины даже выбрасывались на берег, чтобы прекратить это мучение. Для человека светящиеся акулы не представляют опасности, поскольку нет ни одного известного случая их нападения. Этот снимок был сделан в Южной Америке. На нем изображены три фигуры, отчетливо напоминающие гуманоидов. К сожалению, автор снимка предпочел остаться анонимным, лишь указав местоположение, где были якобы сфотографированы эти инопланетные существа. Скептики посчитали, что этот снимок был сделан в фотошопе с целью обсуждения очередного ложного доказательства существования внеземных цивилизаций. Однако уфологи, изучившие фотографию, пришли к выводу, что эта публикация была сделана сотрудником спецслужб США, который втайне пытался продемонстрировать миру засекреченную фотографию. А что вы думаете насчет этого снимка? Пишите в комментариях. А на этом у меня все. Если вам понравился этот ролик, не забудьте оценить его, подписаться на канал и нажать на колокольчик. Для меня ваша активность это лучшая награда. Спасибо за внимание. Скоро увидимся. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok